Всем привет! В этом видео мы обсуждаем такой вопрос, как раскисление почвы, почему это очень важно и каким образом можно сделать раскисление почвы на своем участке. Перед тем, как приступать к раскислению почвы, давайте немножечко поговорим о том, что же такое кислотность почвы. Кислотность почвы или почвенная реакция, также всем знакомое значение pH, показывает активность ионофодорода в почве. Если pH больше 7, то это будет говорить о щелочной реакции почвы. Если pH будет меньше 7, то это будет говорить о кислой реакции почвы. Если же на уровне 7, то почва будет нейтральная. Почему же важно поддерживать кислотность почвы на уровне нейтральных показателей, допустимо на уровне слабокислотных и слабощелочных? От кислотности почвы будет зависеть то, на сколько корни растений могут усваивать те элементы питания, которые мы постоянно вносим в почву. При повышенной кислотности почвы, так же как и при повышенной щелочности почвы, будет происходить угнетение корневой системы. Корни будут развиваться непропорционально, слабо останавливаются в росте. Также будет слабое развитие корневых волосков и соответственно очень слабое питание корневыми волосками растений, что конечно же будет отражаться на росте и развитии наших растений. Также почвенные микроорганизмы, которые формируют такое понятие, как плодородие почвы, очень негативно относятся к кислым и тем более к щелочным почвам. Поэтому поддержание кислотности почвы на оптимальных 6,5-7,5 является тем необходимым условием для успеха любого урожая, будь то овощного, плодового или ягодного. При повышенной кислотности почвы становятся подвижными такие элементы, как алюминий и ряд тяжелых металлов. Если металлов в почве содержится достаточное количество, например, сады или огороды находятся у дорожных автомагистралей, то при повышении кислотности почвы они становятся активными, накапливаются в овощной продукции, также передаются по соку вверх к плодам и, к сожалению, накапливаются в плодах также. Конечно же, не все растения плохо отзываются на повышенную кислотность почвы. Есть ряд растений, например, семейство вересковое, семейство брусничное, к которым относится жимолость брусника-голубика, которые очень хорошо будут отзываться на повышенное содержание кислоты в почвенном растворе. Поэтому раскисление почвы проводить нет необходимости для всех культур, которые вы выращиваете на своем участке. Почему же почва со временем становится кислая? Это естественные процессы почвообразования, которые характерны конкретно для наших условий, для не черноземной зоны, когда постепенно, со временем идет выщелачивание почвы, естественное, талами, водами, дождем, снегом, и, соответственно, уровень кислотности постепенно повышается. Еще одна причина, которая приводит к закислению почвы, это неграмотное и неконтролируемое внесение минеральных удобрений. Например, на 1 кг карбомида, внесенного в почву, будет выноситься также 1 кг карбоната кальция, который определяет слабощелочную или нейтральную реакцию почвы. Поэтому любое внесение минеральных удобрений мы проводим грамотно. Наряду с минеральными удобрениями закислению почвы будет способствовать внесение органических удобрений, конкретно свежего куриного помета, опилок древесных, древесной коры, хвойных пород. Это те органические соединения, которые на некоторое время будут закислять почву. Поэтому вносите, пожалуйста, эти соединения в перепревшем виде или добавляйте какие-нибудь раскисляющие компоненты. Еще одна причина, по которой происходит закисление почвы, это когда мы не соблюдаем все в оборот. Вот когда мы постоянно выращиваем на протяжении нескольких лет подряд одни и те же овощные культуры. Очень интенсивно выносят кальций, капуста, томат, кабачок. Те растения, которые постоянно требуют внесения дополнительных доз кальциевых удобрений. Когда мы их выращиваем на одном месте, то впоследствии почва уже через 3 года будет обладать устойчивой кислой реакцией. Еще одна причина, по которой происходит закисление почвы, это снижение почвенного плодородия. Чем меньше в почве содержатся полезные микрофлоры, чем меньше находятся в ней микрогрибов и бактерий, которые активно участвуют в почвеобразовании, тем соответственнее будет кислее почва. Поэтому с наступлением будущего агитационного периода при установлении положительных температур обязательно насыщаем нашу почву полезными микроорганизмами. Вносим биопрепараты на основе триходермы, сенной палочки и иных доступных вам. Ну а если вы совсем не хотите заниматься вопросами раскисления почвы, купили новый участок и будете его осваивать постепенно, то засейте его щавелем. Это то растение, которое очень хорошо будет расти и развиваться на кислой почве. Каким же образом можно раскислять почву? Существует ряд рабочих соединений, все они на основе карбоната кальция, внесение которого в почву будет способствовать постепенному ее подшелачиванию. И уровень паш будет постепенно устанавливаться на уровне отметки 7. Если мы будем говорить о внесении раскисляющих соединений осенью, то под перекопку, основную заделку, можно вносить такое соединение, как известь пушенка или гашеная известь. Из расчета 0,2-0,5 кг в зависимости от кислотности почвы на 1 квадратный метр. Допускается даже внесение негашенной извести, но тогда ее необходимо обязательно вносить только осенью, только под перекопку, чтобы она в процессе осенне-зимнего и ранне-весеннего периода вступила во все реакции с почвенной влагой, загасилась и раскислила почвенный раствор. Есть небольшой минус при внесении извести в почву. Это то соединение, которое совсем не нравится дождевым червям. Поэтому, если вы нацелены на сохранение популяции дождевых червей у себя в почве, перейдите к следующему соединению, которым, например, может выступить всем известная доломитовая мука. Ее можно вносить как осенью, так и весной. Нормы внесения доломитовой муки будут чуть ниже. Это на уровне 200-300 г на 1 квадратный метр. Также хорошим карбонатным соединением будет являться мел, который можно найти в садовых магазинах в виде побелки древесной. Можно также найти мел в любых магазинах, которые специализируются на кормах для животных. Важно, чтобы он был не твердый, а чтобы он был такой очень рассыпчатый, как пудра. Это то соединение, которое также будет хорошо раскислять почву. Норма та же, как и для доломитовой муки. 200-300 г на 1 квадратный метр. Также хорошим раскислителем почвы наверняка всем доступным является такое соединение, как зола. Зола может быть древесная, может быть растительная зола. Если мы будем вносить древесную золу, то достаточно ее около полкилограмма килограмм на 1 квадратный метр. Если же у вас зола, которую вы собрали от сжигания растительных остатков, то тогда норму внесения необходимо увеличить в 2 раза и вносить из расчета 2-2,5 килограмма на 1 квадратный метр. Золу, как и доломитовую муку, можно вносить как и осенью, так и весной. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч!